Всем привет, друзья! Меня зовут Яков, вы на канале Тепличный бизнес в деревне. В этом видеоролике я хочу поговорить с вами про различные заболевания томатов. Продолжаем цикл выращивания томатов, и это видео я хочу посвятить отдельно всем самым страшным, самым распространенным заболеваниям томатов, с которыми абсолютно все тепличники рано или поздно сталкиваются. Так как мы свои растения выращиваем не в лабораторных условиях, не в стерильных условиях, они абсолютно все в той или иной степени чем-то заболевают. Где-то это не проявляется или слабо проявляется, и мы получаем хороший урожай, если все правильно делаем, профилактические обработки и так далее. Но где-то болезнь нападает очень сильно и косит нам большую часть урожая. В этом году кое-что с чем я столкнулся, о чем я буду показывать в своих следующих видеороликах, но перед этим я хочу посвятить именно это видео всем самым основным заболеваниям, с которыми можно столкнуться. Предупрежден, значит вооружен. Именно по этой причине я снимаю это видео заранее. Когда мы только высадили томаты в теплице, и идет вегетативная фаза развития, когда нет еще плодоношения. И именно сейчас самое время для профилактики, даже если нет никаких признаков болезни, обрабатывать средствами защиты растений, которые будут системно защищать наше растение на протяжении длительного периода от различных заболеваний. И поверьте, друзья, лучше сделать именно это сейчас, чем потом думать, когда уже идет плодоношение, а на наших глазах растение болеет и погибает, когда уже ничего не поделаешь. Лучше делать для профилактики. Заболевания томатов делятся на 5 пунктов. Первый пункт – это грибковые заболевания. Они, наверное, самые распространенные, их существует множество. Вызываются различными видами грибков. Следующие – это бактериальные заболевания. Соответственно, точно так же различные бактерии вызывают различные заболевания, типа бактериальный рак и так далее. Потом идут вирусные заболевания. Тоже очень страшная вещь. Может передаваться семенами, может переноситься соком растений. Насекомые разносят его. Это три пункта таких самых заболеваний, с которыми тяжело бороться. Но, в принципе, можно, о чем речь пойдет в этом видео. Следующий пункт – это неинфекционные заболевания, которые проявляются как дефициты некоторых элементов питания. Наподобие хлороза, либо различные подгнивания. Просто, если мы не даем какой-то элемент питания, то растение это будет показывать различными способами, различными заболеваниями. И пятое – это уже следствие различных насекомых. Например, белокрылка откладывает свои личинки, и вследствие чего ее жизнедеятельности на растении происходит такой грибковый налет на томатах, сажистый гриб. И после чего растение тоже, если сильно это все запустить, будет угнетаться и погибать. Вот такие основные пять пунктов. А теперь, друзья, давайте перейдем по картинкам и более подробно посмотрим, какие заболевания и как выглядят. Особенно это будет полезно для тех, кто начинает этим заниматься и ни разу с этим не сталкивался, но будет знать. Самое первое, с чем можно столкнуться еще в стадии рассады – это черная ножка. Такое заболевание, которое может сразу покосить нам большой урожай еще на самой ранней стадии. Профилактика. С ней можно бороться только профилактикой, потому что лечить ее невозможно. Она не любит сухие условия, нужно обеспечить нормальное проветривание растением. Если будет загущение, если будет высокая влажность и большие перепады температуры, то тогда, скорее всего, черная ножка появится. А также, если брать по препаратам, то помогает Привикур Энерджи предотвратить ее. Следующее грибковое заболевание – серая гниль. С ней можно столкнуться, если условия в наших теплицах – это повышенная влажность и долгое время нет солнца. Пасмурные погоды, может начать появляться такая вот гниль серого цвета. Препарат профилактика, которым мы делаем – это Луна Транквилити. Этим же препаратом можно предупредить следующее заболевание, тоже очень распространенное – это Альтернариоз. И еще называют сухая пятнистость. Выглядит она как такая сухая черная гниль на листьях, бывает также на плодах томатов. И вызывается она грибком. Это грибковое заболевание, которое проявляется также при перепадах температур и просто несоблюдении агротехники. И вообще при несоблюдении агротехники в основном это самая главная причина для появления различных заболеваний, особенно грибков. Следующее заболевание страшное, наверное, самое страшное у томатов грибковое – это фитофтороз. Гриб-возбудитель фитофтора – тоже частое заболевание томатов и картофеля. Бороться с ним также очень сложно, сильно быстро распространяется, особенно во второй половине лета, если стоят пасмурные погоды. Препарат, который предупреждает это заболевание – это хом – хлорокис меди. Следующее заболевание не такое страшное, как фитофтора, но тоже может оставить нас без большой части урожая. Это бурая пятнистость или кладоспариоз. Проявляется сначала как маленькие желтые пятна на листьях, которым мы не придаем значения, но со временем оно сильно распространяется и на обратной стороне листа начинает явно видно такой серый гриб. Бороться с ним также очень тяжело, потому что происходит оно уже в фазу плодоношения обычно, и лучше предупреждать вегетативную фазу, опять же, таким препаратом, как хом. Он будет защищать наше растение в течение длительного периода. А если кладоспариоз пускать на самотек вообще ничем не обрабатывает, то листья начинают некрозить и большая часть растения пропадает. Следующее заболевание это фузариозное увядание. Также вызывается грибком, фузариум называется. Если такое растение обнаружили, то его вылечить уже нельзя. Единственное, мы его выносим с теплицы и как можно быстрее. Профилактику, которую мы можем делать, это правильное соблюдение агротехники и давая под корень, например, триходермин, чтобы он боролся с возбудителем этой болезни. Пероноспороз это не такая распространенная болезнь на томатах, это больше огуречная болезнь, но на томатах также бывает встречается. Бороться также препаратом можно хом. Бактериальный рак. Следующее заболевание распространенное, но я в своей работе еще пока не сталкивался с этим, поэтому просто посмотрим на картинки, как это вообще выглядит. Заболевание переносится насекомыми, семенами и нужно просто выбирать устойчивые сорта. А также необходимо выбирать устойчивые сорта против вирусных заболеваний томатов, такие как табачная мозаика, различные штриховатости, курчавости. Вот такие кучерявости, это тоже признаки вирусных заболеваний. Они, к сожалению, не лечатся. Есть препараты, которые немного помогают, но лучше такие растения удалять сразу же с нашего участка, чтобы не разносились соком растений, различными насекомыми, можно навредить и здоровым растениям. Одно из самых страшных заболеваний томатов. Вершинная гниль. Также заболевание выглядит очень страшно, но вылечить его достаточно нетрудно. Это всего лишь дефицит кальция, так проявляется на томатах. Необходимо дать кальций томатам в доступной форме и желательно это делать для профилактики, еще в стадии вегетации, давать подкормки кальциевой селитрой. Я даю кальциевую селитру по листу, дозировка 10 грамм на 10 литров воды. И последнее, самое не страшное заболевание, это хлороз. Когда у нас начинают желтеть прожилки листьев, самый распространенный хлороз томатов, это магниевый хлороз. Дефицит такого элемента питания, как магний. Также просто восполняем этот дефицит питания и новые здоровые зеленые листья у нас желтеть не будут. Даем обработку сульфатом магния по листу, дозировка 10 грамм на 10 литров воды. Просто можно в стадии вегетационного периода чередовать с кальциевой селитрой, хотя бы раз в неделю кальциевую селитру и раз в неделю сульфат магния. Я так лично делаю. Друзья, вот такое небольшое видео ознакомление, как выглядят те или иные заболевания томатов, которые самые распространенные, самые часто, которые встречаются и самые страшные заболевания. Существуют еще многие виды заболеваний, не такие распространенные и которые самостоятельно диагностировать тяжело, а именно по этим оно как бы сразу понятно то, с чем мы сталкиваемся. На своем опыте я уже убедился, что лучше делать профилактику заболеваний, чем потом бороться с ними. Как я буду поступать? Во-первых, это правильное соблюдение условия выращивания, то, что от нас зависит и то, что не зависит от нас, это погодные условия. Если, допустим, долго нет солнечных дней, сырость, тогда это хорошая почва для развития грибковых заболеваний. Соответственно, мы делаем хорошее расстояние между томатами, проветривание с двух сторон теплицы и подкормки, все внесения удобрений, кальций, магний и другие, азот, фосфор, калий обязательно, чтобы растение полноценно развивалось, у него был сильный иммунитет и вообще, в принципе, оно могло самостоятельно бороться с различными заболеваниями. Немаловажный фактор – это выбор хороших устойчивых сортов к различным заболеваниям, которые уже сами по себе сильные и многие заболевания к ним просто не прилипают. Я для профилактики буду пользоваться следующими фунгицидами. Фунгициды – это лекарства, которые помогают нам предотвратить различные заболевания. Это ХОМ, Луна Транквилити и Квадрис. Эти три препарата я буду чередовать в вегетационный период, когда мы высадили томаты в теплицу до стадии того, как начинают завязываться плоды. После этого, когда идет период уже плодоношения, я буду пользоваться исключительно фитоспорином. Фитоспорин я буду давать и под корень, и по листу, чтобы была какая-то профилактика для борьбы с заболеваниями на постоянной основе. Это биологический препарат на основе полезной бактерии, которая борется с разными грибками и с разными патогенами. Вот, друзья, примерно так я буду поступать в своей работе. На этом у меня все, друзья. Я желаю вам хороших урожаев, не сталкиваться с этими проблемами, но рано или поздно каждый из нас с чем-то сталкивается. В любом случае этого не избежать. Ну, хотя бы, чтобы этого всего было поменьше. Увидимся в следующем видео. В следующем видео я вам покажу заболевание, с которым я уже в этом году столкнулся сразу после высадки своих томатов в новое место. Всем пока!